Добрый вечер, мои друзья. Сегодня эфир про мотивацию и выгорание, то есть то чувство, когда у нас сил нет. Речь идет о мотивации, а о источнике сил отнутри, который исходит. Мы согласны с этим, что когда человек болеет, он лежит в больнице, или он просто простыл, и у него нет сил и чина работы, это естественное, это физические силы, или человек не покушал, не выспался. И мы хорошо в этом разбираемся, что мы должны следить за собой, отдыхать, кушать. Если мы здоровы, у нас есть силы пачки на работу. Но что в случае, когда мы, например, покушали, мы не мало кушаем, мы живем в более-менее нормальных условиях, отдыхаем и у нас вдруг появился период жизни, где у нас нет сил выполнять обычную обязанность, нет мотивации для этого. А среди нас возможно есть такие люди, которые даже чего-то добивали с жизнью. У них были важные жизненные цели, которые, где они испытывали много радости, а вот потом наступило выгорание. То есть по какой-то причине все это исчезло, и вот вроде ты знаешь, что ты должен, чего ты добиваться. У тебя был план на год, на пять, на десять лет, а сейчас тебе этот план уже как-то стал неинтересен, и он тебя не воодушевляет уже так, как раньше. Наступает выгорание. То есть, если речь идет о выгорании таким, где не хватает мотивации, значит, кто-то уже горел. Это во-первых. Мы не говорим о тех, которые вообще ничего не пробовали в жизни, а о людях, которые что-то начали, они понимают, что такое мотивация к действию, они уже пытались, что-то делать, но это пропало. Иногда это из-за такой, это простое решение такой проблемы, из-за неуравновешенности, когда мы много делаем, скажем, для какой-то цели, но не заряжаемся, то есть даже по буквальной такой уставочи физической у нас нет радости в рабочей, еще у нас даже важно, ценно, хорошая работа, она имеет для нас глубокий смысл, но если мы просто перегружаем себя, не отдыхаем время от времени, не едем в отпуск, не высыпаемся, у нас будет просто отвращение к этой работе, хотя она приятная и интересная, и там интересные люди, и хорошая, и это полезная работа, потому что мы себя вымотали, и нам все становится неинтересным. Вы знаете, что даже в отношениях мы любимого человека, наш спутник жизни, самый хороший, самый лучший в мире, который мы выбрали, наш любимый человек, мы его перестаем любить, когда мы чувствуем себя усталыми. Оказывается, что вот специалисты понаблюдали, и 80% семейных ссор, конфликтов решается, знаете, каким путем? Достаточно отдохнуть и поспать. То есть, если это проверено, если супруги у них конфликтная ситуация появилась, во-первых, нужно остановиться, давай мы поспим, отдохнем, вернемся к вопросу. И 80% они уже не возвращаются к теме и вопросу, потому что споры и конфликтов уже нет. Они были просто усталыми, и у них было раздражение, и нужно было выспаться. Поэтому, смотрите, очень часто так бывает, что и любимая работа, выгорание, по этой элементарной причине, что мы не отдыхаем, не восстанавливаем силу, нам нужны даже физические силы, я не говорю еще об этой внутренней энергии, которая там есть у нас, а просто элементарно, что нужно кушать хорошо, питаться, заниматься спортом, высыпаться, в отпуск куда-то ездить, общаться с семьей, с друзьями. Все это нужно, чтобы делать успешно какую-то работу, достигать цели, которые для вас важны в жизни. Это у вас что-то личное, но вот нужен такой баланс. То есть вы не можете сказать, что у меня времени на это нет. Это совсем глупо, и если вы занимаетесь какой-то достижением важных целей, я подозреваю, вы умный человек. Надеюсь. И поэтому, ну не скажете, что мне надо куда-то далеко ехать, поэтому у меня времени нет, я не буду на заправку заезжать. Это же бред полнейший. Это так получается, когда мы не отдыхаем, неправильно питаемся, в спешке все делаем, и просто по физических причинах у нас потом выгорание, отсутствие сил, желание жить, приходить домой, приходить на работу и так далее. Ну а сейчас поговорим о более мощном источнике энергии. То есть сперва может о том источнике энергии, который находится в вас внутри. Там дремлет огромный источник энергии. Речь не идет о физических силах, а о вашем внутреннем потенциале. Это бомба, это атомная бомба. Представьте себе. Но вы не знаете, как ее зажесть, включить вот там этот огромный двигатель, который у вас есть, и там потенциал у каждого человека есть. Вы даже не представляете себе, каждый из вас, то есть вы подозреваете. Может вам это иногда снится, или в детстве об этом думали, что у вас есть огромный потенциал. И просто со временем мы об этом забыли. Перестали в это верить. Это основная причина. Перестали искать ключ к этому потенциалу. Но у вас он есть, и он дремлет. Если вы найдете к нему доступ, вот эту спичку одной, сумеете зажечь этот потенциал, там будет гореть огонь. Вы сможете передвигать горы. Вы сможете подняться на Монт Эверест. Но вот как это найти? И сейчас вот мне хочется еще вот так поразмышлять вот в этом эфире, чтобы говорить не только о том, что ученому, наступил вот, скажем, у такого великого ученого наступило выгорание, и у него нет мотивации. У художника, у бизнесмена, у великого спортсмена вдруг наступило выгорание. Эти все люди тоже. Для них очень важная мотивация. Они об этом знают. Они ищут видеоролики в интернете, чтобы найти вот способ мотивации кого-то послушать и дальше работать, зашививать цели. Есть люди целонаправленные, они чего-то добиваются в жизни. Но вы знаете, что 90% людей на нашей планете это рабочие люди. Это люди, которые... Это не хирург, а это медсестра. И таких очень много в больнице. Есть люди, которые занимаются важными профессиями, которые на виду. А вот есть механики, рабочие, есть водитель грузовика. И вот эти люди, для меня они тоже важны. Это часть нашей жизни. Вот мы один большой организм. И нет менее важных людей. И мы должны осознавать. Поэтому я считаю сейчас очень важным, чтобы вот эти все люди, которым трудно выходить на работу, и они чувствуют выгорание. А у них семья, у них жена, у них дети. А вот ребенок этого, водителя грузовика, возможно, в будущем очень важная личность, которая... Это может быть будущий ученый, который что-то внесет очень хорошее. Мы должны так относиться к каждому человеку на нашей планете. И поэтому мы должны сейчас подумать, как это все касается, что мы знаем о мотивации каждого человека, каждый рабочий, чтобы он мог тоже зажечь вот эту иску, открыть свой потенциал, чтобы он мог выполнять свою работу наилучшим образом. И чтобы он мог этой энергией заряжать других, он должен приходить домой и заботиться о своих детях, их воспитывать, поднимать настроение дома у своей жены и так далее. И сейчас, смотрите, этот внутренний потенциал, каждый человек, я сейчас говорю про этого водителя грузовика, у него тоже есть огромный потенциал и возможности. На данный момент, неважно почему, это вопрос воспитания, того, где родился, какие у него были друзья. У него есть скрытые таланты, о которых он может и особенно не думать, о чем-то мечтает, подозревает, что он мог бы чем-то заняться, но этого не делает. Потому что что? Он нашел девушку, женился, у них родился ребенок, и теперь ему самое важное, что заработать. Сперва он работал, купил машину, а теперь ребенок. Но потом что? Выгорание. Он работает там несколько лет на своей рабочей, и она стала ему скучной, неинтересной. Вы знаете, что не важно, кем мы занимаемся, но мы можем искать постоянно в себе вот этого, своего места на этой планете, что я могу внести самое ценное, какой есть у меня вот потенциал. И возможно, этот водитель после работы может один час или несколько часов на неделю заниматься своим хобби, музыкой, возможно, музыкой. Может, он просто будет ученый, он будет исследовать что-то. Есть такие простые люди, я таких встречал, которые работают на заводе, а после этого дома он много-много часов изучает разные вопросы. Я встречал гения настоящего, который свои работы отправлял в самые высокие корпорации Европы и они исследовали. Он там, представьте себе, я знал, он жил в сарае на самом деле, а у него такие изобретения были из разных областей, из физики, из хемии. Он придумал, как можно убирать воздух перед самолетом, например. То есть он изучал вот такие моменты, он отправил в компанию крупнейшую в Германию и они заинтересовались его предложением. Это очень интересный был человек, но работал на заводе, потому что ему нужно зарабатывать на свое обеспечение, на свою жизнь, на продукты питания, на одежду. Но все равно он жил и думал только о своих изобретениях. Это был настоящий такой ученый, молодой тогда человек, но у него был необычный склад ума. И сейчас, смотрите, у каждого человека есть что-то такое. А если нет, то даже искать этого, это уже интересно. Проверять, а в чем я могу вот себя исполнить в музыке, в спорте. Это может быть благотворительная работа. Это может быть служение для дела. Мы делаем что-то связи с какой-то идеологией, во что-то верим. Может, это спасение мира, экология, а может, религиозная деятельность, может, это старейшая, пионер, общественная работа, которую вы делаете. Должно быть что-то очень важным, чем вы занимаетесь после работы, где мы с радостью идем на работу, заполняем активно участвуем в своей работе, возим этот грузовик, потому что мы знаем после работы, я вернусь к своему любимому занятию. Я хотя бы полчаса буду делать то, что для меня очень, очень важно, самое интересное, самое ценное, что я хочу делать. И благодаря этому времени на неделю, полчаса в день, если я посвящаю вот этой важной деятельности, у меня есть и потом желание с улыбкой приходить домой в семью, общаться с друзьями, выполнять все другие обязанности. Должно быть что-то такое в семье. Если это грузовик, представьте себе, то есть на каждом рабочем месте можно досмотреться этого. То есть там представьте себе, что этот водитель грузовика, он разводит продукты питания. Пусть он начнет думать об этом, что эти продукты кушают многие ученые, врачи и хирург, что они, люди, когда чувствуют себя уставшими на работе, они потом кушают хлеб, который он разводит, и им поднимается настроение. Этот водитель может увидеть глубокий смысл в работе, который делает, даже то, что он вводит грузовик, потому что хлеб, который он привез потом, люди купят, и потом в течение дня у многих поднимется настроение, потому что кто-то покушал хлебушек. Основная такая вещь. И тем более, скажем, тот, кто завел такой бизнес, например, кто-то решил выпекать хлеб, открыть пекарню, предприниматель. Ошибка сегодняшняя и проблема сегодняшнего мира, что люди, вы знаете, что предприниматель, который хочет открыть пекарню, он делает бизнес и хочет заработать деньги. И вот это ошибочное мышление, ошибочная мотивация. Я буду так делать, выпекать хлеб и его так продавать, чтобы у меня была хорошая машина, чтобы у меня был дом. И он, понимаете, что делает? И как это сказывается на его хлебе, который он выпекает? Какими будут результаты? Как он сам будет себя чувствовать? Будет ли это в гармонии находиться с нашими общими такими целами в обществе? Если он только так будет думать, он потом будет выбрасывать хлеб, который он производит, он не будет думать о том, насколько это полезный продукт, он не заботится о людях в городе, в котором он живет. И он подчеряет мотивацию. У него не будет радости и счастья в жизни. Это может он заработать на одну машину на этот дом, возможно все на этом остановится. Его бизнес закончится, это все разрушится. Рано или позже даже богатые люди, они начинают задумываться, потому что у них все останавливается. Многие занимаются богатворительностью, например, можно об этом почитать, что многие миллионеры, они могут на показ, кому это кажется. Так или или они ищут способ, чтобы найти дальнейшую мотивацию для развития своего бизнеса. Например, где можно прочитать, что миллионер отдаил 20 миллионов, то есть 20%. Он в год заработал 100 миллионов долларов и он 20% отдаил на богатворительность за год. И люди смеются, когда об этом читают, потому что все бедные. Так если бы у меня было 100 миллионов долларов, я бы тоже отдаил 20 миллионов на богатворительность для бедных людей. Мои друзья, тогда отдайте с вашей зарплаты 20%. Попробуйте. Это его зарплата, которую он заработал, у него есть свои расходы. Попробуйте сегодня посвятить 20% вашего времени, вашей зарплаты на богатворительность, на какое-то полезное дело, где нет материальной прибыли. Если у нас сегодня такой готовности нет, тогда и мы в будущем этого не сделаем. Но если человек, он сегодня, этот человек, который выпекает хлеб, владелец этой пекарни, думает о том, именно как этот водитель что они делают полезную работу, и он пытается найти как можно больше способов, чтобы этот хлеб сделать вкуснее, чтобы он был подешевле, чтобы это быстрее распространяло, чтобы он был, например, еще теплый, приятный, чтобы запах был. если он совершенствует свою работу для того, чтобы помочь, накормить все больше количества людей, чтобы для них делать приятнее, если он хочет быть полезным для общества, у него постоянно будет мотивация. Это будет та мотивация, которая поможет ему открывать много-много пекарни. Это не остановится, потому что у него правильная мотивация. Он находится в гармонии с источником энергии. Вот этот важный момент начинается. Источник энергии. То есть мы посмотрите, мы знаем мир природы, то, что творится сегодня на планете, то, что планета уничтожается. Многие люди, они действуют против законов природы. Если вы верите в создателя, то они действуют против создателя, который все это создал. А вот можно действовать и жить в гармонии. То есть Бог поддерживает жизнь. Есть процессы, законы, которые способствуют тому, чтобы люди из природы могли жить в гармонии и жить счастливы, не уничтожая друг друга. И вот так, если из-за этого перейдем к обычной жизни, то люди должны заботиться о других, делать бескорыстные вещи, помогать друг другу. И тогда они действуют в гармонии с создателем. И это самый главный источник энергии. Даже люди безнравственные, преступники, те, кто оружие производят, у них тоже есть там доступ энергии. Они живут. Но если речь идет о счастливой жизни, о смысле жизни или о том, что будет в конце их жизни, но это я потом еще хочу оставить. Но вот представьте себе вот такие еще два главных правила. больше счастья, когда человек получает от того, что он дает, так сказано в Библии неоднократно. И возможно вы сами это испытывали. Я уже привел примеры, когда мы видим, что моя работа полезна для других, для общества. Я получаю счастье. Поэтому нужно постоянно думать, как я могу быть полезен для других. Даже если это очень трудно, работа скучна, на заводе, все равно она какую-то пользу приносит. Такой рабочий может думать, как я могу быть полезным для других на работе, для своих друзей. Я когда-то работал с людьми, мне встречались такие, где я делал весь день ужасную работу, грязную, дождь шел. Но компания с человеком, то, как мы делали вместе эту работу, настроение и отношения были такими, что я практически ничего не чувствовал. Мне было вообще приятно и интересно, что мы могли вдвоем работать до вечера и делать очень трудную, тяжелую работу. Очень важно, вот смотрите, кто рядом с нами и какое мы оказываем влияние на других. Этот человек, который оказывал такое влияние, представьте себе, я считаю, это очень ценный, полезный человек, это источник мотивации. Только сейчас знаете, о чем нужно думать? Не то, чтобы искать источники мотивации, потому что я сказал, больше счастья из-за того, что мы даем. Давайте быть источником мотивации для других. Я после каждого видеоролика, вы знаете, чему я это делаю? Потому что у меня такой подъем потом, я заканчиваю, мне трудно начать иногда, но потом, когда я заканчиваю видеозапись, какой-то эфир, у меня огромный подъем, у меня такое чувство радости, я чувствую, что я не зря этот день прожил. Потому что для меня это важно, это то, что я себе нашел. это источник энергии тоже для всех других обязанностей. Это очень важно, чтобы мы делали то, что полезно, чтобы мы были убеждены в этом. Представьте себе, что я еще вернусь к этим ценностям каждого человека. Среди нас, те, кто слушают, есть люди разного возраста и с разными представлениями о жизни и разными жизненной ценностями. И они меняются. Если речь идет о том, что не хватает мотивации, наступило выгорание, потому что у кого-то из вас поменялся ценности. Например, человек, он пошел на работу, молодой, ему 20 лет, скажем, устроился этим водителем, он работает, работает, он хотел купить машину. Он купил машину. И возможно, больше цели, если он не придумает, ему станет неинтересно работать. У него уже есть машина. Если у него будет следующий цель, жена, он будет опять работать, дом, ребенок, сына, обеспечить сына. Смотрите, что вот, то есть была первая самая большая ценность, когда у него была машина. Есть еще другие, смотрите, здоровье, какие-то идеологии, я говорю, спорт, музыка, но для этого человека машина была самой высокой ценностью, высокой, может это и не очень правильной, но это на него влияло и действовало. Он только об этом думал, и он каждый день ходил на работу, но он достиг этой цели и это перестало быть очень резко важным. И сейчас, если он не найдет себе, что теперь для него важно, вот если он переключится, вот теперь мне жена самое важное, теперь мне сын самый важный. Причем вот эти, смотрите, источники энергии и мотивации они временные и это не самое лучшее. То есть это можно так работать от одной к другой цели и вот искать такой, но это не так сильно побуждает нас и работает. Вот те источники энергии, о которых я говорю вам, чтобы найти себе в жизни миссию на всю жизнь, чтобы делать такую работу, или хотя бы два часа в день, один час в день заниматься той работой, которая осмысливает всю вашу жизнь. Нечто самое важное и тогда это чувство мотивации, мотивация на десятки лет. Например, я хочу стать самым лучшим художником и непонятно, какой это самый лучший художник, там нет пределов, вы понимаете, что это даже не с кем сравнить, они все разные и нельзя сказать, кто из них лучший, но это можно совершенствовать и совершенствовать, если у него не просто цель продать за какую-то огромную высокую цену картину, скажем, миллион долларов, он достиг и это тоже короткая мотивация, и что дальше? Он поставит 10 миллионов, если он до этого добьется, он опять потеряет интерес к этой рабочей, потому что не так нужно ставить цель, намного интереснее, когда он просто хочет находить радость в том, что он художник, и это мотивация на каждый день, на то, что он развивается, а за сколько продаст, как это оценят люди, для них это неважно, ценят, уважают, смеются, для него это неважно, если мы вот такое найдем занятие, что мы чувствуем, что вношу в общество нечто ценное, важное, то, что я, вот я как инструмент, я использую себя по своим возможностям наилучшим образом, и у меня внутреннее чувство спокойствия, и я могу постоянно в этом развиваться, это может делать хирург, это можно делать в разных областях, учитель, коуч, тренер, и постоянно я хочу быть лучшим и лучшим, вот это мотивация на многие годы жизни, я уже сказал об этом, что мы должны, мы получаем энергию, должны ее делиться дальше, ну и в Библии говорится о том, что свет нельзя закрывать, то есть к нам пришла энергия, и мы должны как-то делиться со светом, мы знаем, что это добро, нам не нужно как-то объяснять, делиться с другими, жизненной энергией, а некоторые люди, знаете, делают, под колпак ставят эту свечку, она не дает света, и она сама может потушиться, так можно потушить свет, если мы его закроем, а свет это не только поступки, это хорошие, полезные слова, мы делимся советами, мы помогаем другим людям, вот если мы занимаемся бизнесом, делаем все только ради себя, это вот так, как будто мы закрываем наш свет под этот колпак, то есть есть многие разные виды работы, можно быть успешным и в бизнесе, почему нет, но пусть этот бизнес, он не будет под колпаком только для вас, пусть он приносит пользу другим людям, и вот тогда у вас эта энергия, она не будет заканчиваться, это будет чем-то супер, и потом еще вы можете ожидать помощи от создателя, от источника света, можете сказать, я хочу полезно делать в жизни, хочу помогать людям, нет возможности, нет сил, если вы будете молиться Богу о помощи, он вам даст сил, вот это настоящий источник сил, причем необыкновенных, вы знаете, я еще поделюсь с вами из моей любимой книги, персонажем, который меня очень часто мотивирует, там много интересных в его словах такой психологии, этот персонаж, этот человек от нас же был в чурме, был заключенным, я не знаю, потому что история не говорит, какие были условия в его заключении, но любое заключение, если человек он в заключении, он чувствует себя как минимум подавленным, ему плохо, он одинок, что он может делать, если у него кандалы на руках или что-то в этом роде, и представьте себе, этот человек, он воодушевляет, говорит, что он, я говорю, я все могу, я сейчас сказал вам о апостоле Павле, который в своем письме к филиппийцам дает такие многие интересные советы о радости, о том, что он все может тем, кто его укрепляет, и когда я первый раз читал его советы, там мне показалась такая интересная психология для мышления, многие хорошие такие советы, это письмо к филиппийцам стало моим любимым, а потом я со временем только узнал, что он эти слова написал, это письмо, когда сидел в заключении, то есть он был узником, и у меня все это в голове превратилось, дело не в наших обстоятельствах, мотивация, радость, счастливая жизнь не зависит от нашей работы, я грузчик, водитель грузовика, я предприниматель, можно быть несчастливым человеком, а можно быть, потому что мы, это зависит от того, что мы делаем в эмоциональном, в духовном плане, мы оказываем помощь другим людям, вот если мы этой способности ищем, у нас будет всегда энергия и радость, а для каждого нас это это очень важно. Посмотрите, мотивация это такой источник энергии, который внутри нас, это не продукты питания, это то, что находится в нашем сердце, в нашем голове. Нужно задумываться правильно ли наша мотивация, когда мы, я уже говорил про пекарню, выпекаем хлеб, или я хочу заработать, продать и разбогатеть на этом хлебе, который я продаю людям. И тогда мне не будет важно, он травит людей, нет, он дорогой, мне это все будет не важно. Или у меня правильная мотивация, я зарабатываю хлеб, то есть я произвожу хлеб, выпекаю, а его продаю за деньги, моя семья хорошо обеспечена, но для меня очень важно, чтобы этот хлеб был доступен для всех, чтобы он был вкусный, полезный, чтобы делать людям приятное что-то полезное. И вот это самое главное, вот еще такой один нагладный пример мне пришел сегодня в голову, хотя я слышал, вы знаете, раньше, потому что интернет это источник многих таких ценных мыслей, только нужно их вылавливать, анализировать, говорится про жизнь, что она похожа на супермаркет, люди заходят в супермаркет, берут корзину и закидывают все, и в жизни то же самое, то есть у нас есть жизнь, мы как в супермаркетах берите от жизни все, пожалуйста, берите все, но как в супермаркете, у выхода там есть касса и придется за все это рассчитаться. И вот раньше этот пример мне понравился, но как-то вот заключение мне не очень понравилось, а как мне рассчитываться, то есть я понимаю перед Богом в конце жизни, рано или позже ответить нужно за свои хорошие плохие поступки, мы все это знаем. А вот мышь сегодня пришла интересная, хочу сразу поделиться, что у каждого из нас есть счет, сейчас мы не наличными рассчитываемся, у каждого есть банковская карта, на счету что у нас, не важно сколько мы еще в корзину взяли, видите, главное, что это было чем рассчитаться, а вот там что у нас на счету, здесь мышь пришла Иисуса, который говорил, ищите себе сокровища, не среди вот здесь, на земле, среди жизни людей, среди там материальных благ, он говорит, ищите сокровища вот там, на небе, то есть мы хорошими поступками разными, нашей богатворительностью, как звал, так звал, когда помогаем в течение дня людям, общаемся с ними, их ободряем, похвалим, ободрим, поддержим, обнимем, но хотя сегодня нельзя, вот тогда у нас там в этом счету на небесах у Бога счет увеличивается и в конце жизни мы спокойны, все у нас есть, за что рассчитаться из всего, что мы воспользовались в жизни. Вот это, знаете, самые главные источники энергии, мотивации, если мы хотим чего-то добиваться. Сегодня очень часто людям морковка и дубина сзади. Вы знаете, вот как живут люди и в бизнесе, вот многие меня слушают тоже, люди и думают, как заработать. Я общаюсь со многими по интернету тоже, которые занимаются какой-то деятельностью, для них мотивация важна, чтобы просто заработать. И есть мотивация, вот морковка спереди, зарплата, а сзади, например, то, что у меня не будет чем рассчитаться за счета, то есть там за электричество, за квартиру. Вот страх и радость и вот этим они мотивируются. Но это такое очень низкая мотивация. Вот так жить нельзя. Если у нас наступило выгорание, нам нужно искать вот самого большого источника энергии. Даже многие другие специалисты говорят, если хотите куда-то на самом деле найти силы, чтобы это вам заняло год жизни, так не нужно думать, что мне хоминг нужен. Вам нужен Монтеверест. То есть вам нужны самые высокие цели. Если вы там думаете о них, вот они могут дать вам огромную огромную энергию и вы начнете каждого дня, пусть это займет вам 30 лет, выходить на работу, плачать с улыбкой, потому что у вас впереди высокая цель. Вершина Монтеверест. Вот так нужно смотреть на жизнь. И у каждого есть такой потенциал, просто нельзя забывать, что он есть. Ну что, желаю вам сегодня резкого подъема на работу или просто размышления о том, каким я являюсь инструментом, ради какой цели я живу. даже если вы сейчас не знаете, потому что я тоже искал, например, в течение жизни, каким я инструментом являюсь, и сегодня постоянно об этом думаю. Для чего посвятить свое время, которое у меня есть в жизни, мои способности. Но даже это время поисков, оно не зря. Это уже был интересный очень процесс, и дальше является чем-то интересным, и таким, это занятие, которое является источником энергии и сил. Это хорошая мотивация. Поэтому если мы даже сидим дома и ищем того, к чему стремить в жизни, что самое ценное, самое важное в жизни, мы уже чувствуем себя прекрасным, это уже доставляет нам много сил и энергии. Поэтому желаю вам неспокойной ночи. Давайте размышлять всю ночь, и пусть это будет то, что потом завтра будет давать нам много-много сил и энергии. Спокойной ночи. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова